Я отказываюсь. Я, смотрите, я понимаю, что... Если мы отказываемся, то... Она вот в чем заключается? Проследование. Мне скажут, задержите меня. Скажут, я вас задерживаю, потому что вы находитесь в русский. Еще, у меня здесь адвокат находится. Он обязательно проследует, если вы пропустите адвокат. Вот у меня отжим и удостоверение. Вы прощаете ее по граничному контролю? Да, ну, а того, что она проголосовала по граничному контролю, это не означает, что вы же находитесь не за границей. Значит, она может быть... А вы каждый день проходите по граничному контролю? Сказать обратно? Если вы хотите, смотрите, какие-то юридические действия со мной, и адвокат мой прям при мне и у нее ордер, конечно, должна быть так уж. Тем более, я же не задерживаю, не арестовываю. Поэтому нет проблем, пригласите адвоката, пойдем. Что значит нет? Он прямо здесь со мной стоит. Здесь территория Российской Федерации. Вы его задерживаете? У него есть адвокат. Соответственно, пропустите меня вместе с ним. Вот они же не прошли через беспорядок. А вы знаете, у меня рот нога стоит на государственной границе. Она прошла государственную границу, значит, она легально находится на территории России. Как и вы, вы же не проходили государственную границу, вы просто находитесь на территории России. Поэтому, если я арестован, то вы можете меня увезти. Если я не арестован, то мой юридический статус так вот, что вот мой адвокат пойдет со мной. Это будет очень простая вещь. Все очень просто. Вы отказываетесь? Нет, он не отказывается. Он хочет проследовать вместе с адвокатом, который у него есть. Я хочу сказать вам, что в противном случае он будет применять физическую силу. Не надо. Давайте просто пропустить моего адвоката. Значит, смотрите, вы его задерживаете. Все документы у меня. Вы слышите меня? Документы у меня, которые вам тоже нужны. Постановление суда, постановление с ФСИНа, все заявления. В ваших же интересах меня пропустить с ним вместе. Потому что ФСИН говорит одно, у нас есть решение суда по этому поводу. Почему вы хотите спросить его старшего по поводу? Адвокат, он в СИН и проще. Вы не можете прощать. У него через пограничную контрольную все остальные прошли. Но она адвокат. Это специальный статус. Все работают. Прошли. Вот сотрудники полиции являются поятны. Все прошли. У него есть специальный статус. Поэтому все равно мне пригласить, я вас от этого датчику отменюю. Это все так. Выходите? Да. Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня. Я пока здесь. В каком статусе? Значит, я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда. Здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру. Какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда. И рассматривается вопрос о моем взятии под стражи по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему мне не дали никакой повестки? Это просто... Ну, я много видел насмешек над правосудиями. Но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойки уголовно-профессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Иначе я это назвать не могу. Поэтому, безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым. Чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. И я хочу, чтобы пустили всех. Не только, что там весит дежурная часть, лайф-ньюс и ГУВД. Но и у тех настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят за воротами на морозе, но их не пускают. И вы не можете, извините меня, делать вид, как будто этого не происходит. Как будто, ну да, они стоят, но я не знаю о том, что они стоят. Я заявляю о том, что они там стоят. Они хотят быть аккредитованы и требуют реализации своих прав. И я вместе с ними тоже это требую. Спасибо. Спасибо.